В середине марта 2021 года президент США Джо Байден оскорбил российского лидера Владимира Путина, назвав его убийцей. В ответ хозяин Кремля пожелал 78-летнему обитателю Белого дома здоровья и предложил ему публичную дискуссию по проблемам российско-американских отношений. Теперь Байден направил Путину встречное предложение поговорить. Нужно отметить, что в отличие от своего предшественника, Байден является ярым сторонником теории глобального потепления. Если скептик Дональд Трамп практически сразу после инаугурации вывел США из Парижского соглашения по климату 2015 года, то Байден моментально вернул Вашингтон обратно. Трамп, не стесняясь, называл снижение углеродных выбросов аферой и вредительством. При этом Байден сделал климатическую повестку одним из основных пунктов своей предвыборной кампании, пообещав перестроить экономику США на экологический лад. Из Белого дома сообщили, что президент США пригласил президента России и руководителя Китая на переговоры по климату. Байден хочет пообщаться на онлайн-саммите, который должен состояться 22-23 апреля с Путиным и Си Цзиньпином, обсудив с ними климатические изменения. Всего в мероприятии должны принять участие более 40 глав государств. Главной целью указанного саммита является обсуждение усилий по снижению роста средней температуры воздуха на планете. Мероприятие должно повлиять на финансирование нулевого уровня углеродных выбросов со стороны государств и частного бизнеса. Напоминаем, что 18-19 марта в Анкоридже, штат Аляска, США, прошли китайско-американские переговоры. Несмотря на взаимные упреки, стороны договорились о создании совместной рабочей группы по борьбе с изменением климата. Для сохранения собственной конкуренции, Запад не оставляет попыток вовлечь крупнейшие страны и экономики планеты в модель создаваемого им нового технологического уклада. Например, Берлин хочет сделать тесное взаимодействие в вопросах изменения климата одним из основных в общении с Москвой.